Искитин в этом году попал в несколько федеральных программ – безопасные и качественные дороги, парки малых городов, формирование современной городской среды, в рамках которой две придомовые территории в микрорайоне были отремонтированы. До конца октября здесь планируют провести работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, рассказал Сергей Завражин. Есть в Ложке, я так понимаю, заброшенная, как пишется, зеленая зона между садиком и баней. Можно благоустроить, превратить сквер. Ну, я к чему это все? Ну, мы отдел архитектуры, наверное, туда направим с депутатами, с вашими, посмотрим, что за зона. Вот, действительно ли она пригодна для парка, будет ли она востребована всеми жителями. Один из вопросов, поступивший от жителей, перенос кассы ГТЦ в октябрь. Ложковцы оказались против таких изменений. Им пообещали, что ее оставят по старому адресу. Еще один вопрос касается освещения участка дороги от улицы Центральной до железнодорожной станции 65-й километр. Освещение там есть до моста. После моста освещения нет вообще. Там очень темно. Я шла на работу позавчера, за мной бежал парень. Я ускорилась, он за мной следом, как я могу идти на работу. Чтобы сделать там освещение, нужно установить опоры освещения. Опоры освещения невозможно установить, потому что у них там свое электрооборудование. На железную дорогу мы уже обращались, они сказали, что платформа остановочная у них освещена, а тропинку они не обязаны освещать. И поэтому там безвыходная ситуация. Мы не можем технически там установить столбы. Вопросы также касались благоустройства территории павильонов Зелёного базара, опасных недостроев, работы участкового, благоустройства придомовых территорий и ремонта домов. В ходе встречи глава и присутствующие специалисты ответили на большинство вопросов искитимцев. Часть из них Сергей Завражин поставил на контроль. Ответы на них жители получат позже. Скажите что-нибудь.